Жители улиц Ольховая и Березовая лишились права выбора. В один день всё медиа пространство захватил один интернет-провайдер. Около двух лет люди борются за право самим выбирать, в какой компании им обслуживаться, а что самое главное, за право смотреть местное телевидение. Мы оторваны абсолютно от жизни нашего города. Как хорошо было, когда мы смотрели выпуски новостей, нам интересно это было. А сейчас мы вообще как будто бы в другом государстве живём, в другом городе живём. На школьной улице работает, на советской улице работает телевидение, а Ольховая как будто какой-то конфликт произошёл, и нас просто отрезали. Просим помочь, посодействовать, чтобы нас подключили. Очевидно, отключили нас наши, которые взяли под крылышко всё интернет, и очевидно отключили. Это возмутительно, никакой конкуренции у нас нет, ни выбора ценовой политики. Это неправильно. Мы с удовольствием смотрели, нам очень не хватает вашего канала. Хотелось бы, чтобы побыстрее включили его. Раньше здесь было несколько провайдеров, была здоровая конкуренция. Жители получали более дешёвые услуги, ну и высокого качества. Спустя определённое время пришёл, застройщик привёл своего провайдера, ну и, понятно, начал лоббировать его интересы. И остальных провайдеров попросту выключили. И жителям навязали услуги определённого провайдера. Можно просто посмотреть статистику, сколько, какой процент звонков совершался в компании «Видная.нет». Порядка двух тысяч человек хотели подключиться к услугам компании «Видная.нет». В стремлении захватить микрорайон, нынешний провайдер сделал всё, чтобы люди пользовались не только их интернетом и телефонией, но и телевизионными сетями. Местные жители оторваны от жизни города. Они перестали получать актуальную информацию, смотря районное телевидение. Много обращений к нам приходится от депутатов о том, что хотели бы в этой части города смотреть кабельное телевидение, местное, видное ТВ. И они обращаются к нам по поводу того, чтобы всё-таки у них в домах присутствовало. В такой ситуации есть только один выход – противостоять противнику. Если компании, которая решила нарушить монополию «Транскомлайна», удастся собрать достаточное количество голосов, у жителей шестого микрорайона появится свобода выбора. Голосование происходит сначала, вешается уведомление с жителями о том, что такого-то числа не менее за 10 дней будет проводиться очное собрание. Очное собрание – это, допустим, проводится возле подъезда, приходят жители и голосуют ручками по каждому вопросу, то есть принимать или не принимать решение. Ну, чтобы оно состоялось, нужно, чтобы пришло две трети собственников. То есть, понятно, в 600-квартирном доме это нужно, чтобы пришло больше 400 человек, сделать это практически нереально. И поэтому оно переходит в заочное. В заочное – это когда каждому человеку под роспись вручается уведомление и бланк, который он потом сдаёт со своим решением. А как ситуацию прокомментируют представители ДЭС номер 6? Кажется, пришло время наведаться к ним в гости. Что мы сейчас и сделаем? Если бы исчезла горячая вода, если бы перестала сливаться вода в унитазе, если бы не было электричества, вопросы ко мне, к управляющей компании. Но если исчезает телевидение, частное телевидение исчезает, это не к управляющей компании. Вы знаете, что у нас появились масса жалоб от жильцов об агрессивной рекламе. Это у меня есть. Диспетчера мне звонят и говорят, люди жалуются на видное НЭД об введении агрессивной рекламы. Мы здесь никакую агрессивную политику не ведем в плане рекламы. Может быть, и есть какие-либо негативные жалобы от жителей, но число тех жителей, которые хотят здесь видеть другого оператора, в разы больше. И их мнение для нас наиболее важно на самом деле. Мы будем продолжать в том же духе, проводить здесь свои работы, будем помогать жителям делать выбор. По какой причине ДЭС номер 6 не хочет никого пускать на свою территорию, остается загадкой. Но только сами жители могут победить в этом противостоянии. Если вы хотите иметь свободу выбора, если вы хотите смотреть районное телевидение, то все в ваших руках. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.